Здравствуйте, друзья! Вас приветствую! Да, всех приветствую! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Сегодняшний эфир будет посвящен свободной диагностике. Это значит, что все, кто желает, все, у кого есть настроение, готовность, так сказать, обсудить свою проблему, свой вопрос открыто на людях, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы у вас был нормальный интернет, наушники, желательно гарнитура. И прошу вас присоединяться, озвучивать свой запрос и, в общем-то, начать, наконец-то, работу. Вот, поэтому, как таковой темы сегодня не будет. Конечно, здорово, если это будут какие-то психосоматические вопросы, и здорово, если это будет что-то не такое, не самое, не самое избитое, вот. А самое избитое, это что там у нас? Кожа, аллергии всякие. Вот, классно, если это будет что-то, ну, интересное, интересное всем, может быть, даже голосовать будем. Вот, поэтому, друзья, да, здравствуйте. Ну что, если у нас запросы на диагностику, на то, чтобы, в общем-то, преследовать, как, ваша болезнь, симптомы, какая-то там дисфункция, какая-нибудь там еще, ну, кулагины, деньги. Я домашнее задание давал, кулагины про деньги, вот, здравствуйте. Да, я тоже очень соскутился, приветствую, да, Аня, привет. Приветствую всех, кого знаю, всех, кого не знаю. Вот, деньги, это как бы, ну, ну, сколько этих эфиров про деньги уже, тем более, вот с тобой. Сделали ли ты домашнее задание в рамках вебинара по границам, вот это интересно. Вот, добрый вечер, да. Все боятся, все боятся, все ждут, когда начнутся откровения, открытость. Кто-то заявит свою тему. Ну ладно, хорошо. Привет, ты такой милый. Прикольно, да, спасибо. И вы тоже ничего. Аня, аллергия. Вот, Аня, аллергия, это прям такая, прям тема, тема настолько классическая, что ее бы я хотел бы не трогать. Вот, вот интересно здесь. Ну, только лишь потому, что уже очень много про аллергию, очень много про кожу, очень много про атопический термотит. Ага, я понял, я учту тебя. Если сейчас никто ничего не создаст, конечно, будем иметь дело с реальностью. В реальности я вижу, ты хочешь. Хорошо. Вот, интересный вопрос. Вот, шастист, шастист, 008, шастист, шестист. После обструктивного бронхита каша длится более 4 месяцев. Ну, классная тема. Примерно понятно. Витилигопсориаз. Витилигопсориаз. Да, очень близкие штуки. Отлично, хорошо. Кандидоз интимной зоны. Ну, да, я не знаю, готовы ли вы с этой темой, в общем-то, выходить. С кандидозом интимной темы, интимной зоны. Вот, такая достаточно щепетильная тема. Но, если вы готовы будете, наверное, не сразу, не сходу с вами, а во втором заходе. Я думаю, что два человека сегодня пройдут. Вот, сможем поисследовать. Напоминаю, что такое психосоматика, друзья, психосоматика. И, в общем-то, а я сторонник радикального подхода в психосоматике. Что это значит? Ну, это значит, что все, что не отпилили руку или ногу, это все, по большому счету, психосоматика, так или иначе. Потому что все решения об изменении тех или иных функций органов и тканей принимает так или иначе мозг. Он принимает решения. Нет никаких там взбесившихся клеток, которых там рассказывают, там, Ваши клетки взбесились, и у вас начался какой-то там чепуха. Если не знаете почему, это не значит, что они взбесились. Мозг почему-то взял и делает какую-то хрень, потому что ему так важно. Ну, например, кашель. Вот давайте. Интересно же, да, почему можно кашлять 4 месяца? Шастист 008. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы в прямой эфир? Достаточно ли у вас быстрый интернет? ДТП? Тоже психосоматика? Провокационный вопрос. Да, конечно же, нет. Смотря как вы попали в ДТП, если вы стояли на светофоре, у вас въехали, какая психосоматика? А если вы уже который день крутите в голове принудительное мышление по какой-то теме, и все ваши ресурсы мозга, в общем-то, собраны на то, чтобы вы не можете отпустить сдачу квартальной отчетности, потому что вам сулят штрафы, и вы попадаете в ДТП, ну, это не психосоматика, конечно, это, ну, это психологический аспект, потому что объективные ресурсы вашего внимания будут, где мозг боится угрозы штрафа, и он все ресурсы по максимуму ваши заберет, у вас и сон пропадет, между прочим. Для того, чтобы катать по кругу и решить эту тему. Хорошо. Кашель может быть и от паразитов. Я бы послушал, как это объясняется. Мне очень интересно, но, к сожалению, я не смогу сейчас ли, потом, после этого, после... Шастист, я вас добавляю, давайте, пожалуйста. Так, значит, в эфир с гостем, я вас добавляю. Не, ребята, ну, конечно же, когда я говорю, что я радикальный сторонник психосоматики, сторонник радикальной психосоматики, я, конечно же, говорю объективно о том, что вы и сами сможете отличить то, что дети смогут отличить там, да, психосоматику от нет психосоматики, это понятно. А все, что связано с каким-то сложным... Да, здравствуйте. Здравствуйте. Так, а как вас зовут? Меня зовут Марина. Смотрите, у меня такая ситуация. Вы не торопитесь. Вы не торопитесь. Не торопитесь. Тише. Связь нормальная, вы меня слышите, видите, да, все окей? Да, все прекрасно. Хорошо, Марина. Теперь рассказывать. Не у вас, я так понял, да? Да, у старшей дочки. Дочке 15 лет. В конце мая бронхит поставили обструктивный, лечили антибиотиками в два раза, много врачей прошли. Период даже, когда... Когда экзамены сдала? Экзамены когда сдала? Ну, у меня экзаменов не было, восьмой класс закончили. Угу. А что там было в конце мая у нее? С учителями? Было с кем-нибудь учителями какая-нибудь история? Скажи... А я могу ее дать, если надо. 15 лет? Да. Давайте, ну вы рядом, будьте просто. Привет. Меня Игорь зовут. Тебя как зовут? Меня Юля. Юля. Юль. Очень приятно. Юль, тебе 15 лет. Да? Да. Смотри, Юль. Вот я психолог и занимаюсь тем, что я отыскиваю там, где наше тело начинает какую-то фигню повторять по кругу. Угу. Потому что где-то повторяется в жизни какая-то ситуация. Ну вот, что-то там повторяется, и тело реагирует, 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 как если бы, знаешь, как если бы постоянно тебе бы давали острую пищу, ну там много всякой острой пищи там, да? Там много перца, много всяких приправ, то твоя поджелудочная железа бы, она начала болеть, ты пришла бы к врачу, и врач сказал бы, слушайте, она у вас вообще-то воспалена, потому что она усиленно работала, да? Ну вот понимаешь логику, да? Да, да. А мы люди, мы умеем вот здесь придумывать всякие ситуации, и наше тело верит, что это все правда, но очень значимо для нас, и поэтому начинает всякую штуку выдавать. Вот. В двух словах, у тебя был обструктивный бронхит в конце мая, и после него не перестает кашель. Правильно я понял? Да, да. И вот до сих пор? Да, до сих пор. А ты как кашляешь? Ты как-то там в течение дня одинаковый, или там закашливаешься после чего-то там? Как это все? Ну я сейчас еще простой немного, поэтому кашель селился, понятное дело. Вот, а так кашель сухой у меня, и в течение дня он одинаковый, то есть. В течение дня он распространен одинаково, да? Да. Окей. Ну вот смотри. Давай, я тебе сейчас начну предлагать разные ситуации. А ты будешь слушать. И вот скажешь, что тебе больше отзывается, что тебе больше подходит. Окей? Ну вот смотри. Чтобы заболеть обструктивным бронхитом, ну представим, что это психосоматика. То есть что-то такое произошло в твоей жизни, в результате чего там возникла такая штука. Ну понятно, что там вирусы и бактерии, это ладно, это отдельно, пока не берем. Мы играем в мою игру сейчас, ради интереса. И вот чтобы заболеть обструктивным бронхитом, как будто бы ты должна оказаться в ситуации в конце мая. В которой, а, ты достаточно сильно испугалась. Ну то есть там некий страх есть про, знаешь про что? Про то, что либо я могу не найти какой-то поддержки, либо про то, что кто-то угрожает либо мне, либо кому-то важному мне. То есть угрожает как? Ну там дележка территорий. Ну там, например, с братом можно с каким-нибудь делить территорию, комнату там очень сильно. И там эти отношения могут быть такими очень важными. Можно делить территорию в виде какого-нибудь там, ну условно в кавычках, там мальчика в классе, там, да, с какой-то девочкой, своей подругой. Это тоже территория может быть, символическая территория, понимаешь? А может быть какая-нибудь штука с преподавателем. Но ты же ушла на каникулы? Да. Правда? Угу. И если кашель повторяется, значит это что-то, скорее всего это что-то повторяется, ну либо в семье, либо в кругу твоего общения. Страх, который был связан с, вот знаешь символически, что называют кашлем? Ну вот такой сухой кашель, который мышечный. Он мышечный, он в общем-то слизи никакой не выделяет. Угу. Это вот когда я очень кому-то хочу что-то объяснить и сказать. Вы вообще-то меня достали. Сколько можно лезть сюда? Ну там, например, на мою территорию. Угу. Вот сейчас ты меня послушала. Ну я вот так вот тебе, например, набросил, набросал. Как тебе кажется, что такого яркого и бесподобного могло быть в конце мая, что сначала ты заболеваешь обструктивным бронхитом, когда ты заболела, это значит, что ситуация более-менее уже как-то разрешилась по чуть-чуть. Но зависший кашель скорее говорит о том, что ты как-то то ли в мыслях, то ли контактируешь с кем-то, кто эту ситуацию тебе напоминает. Естественно, бессознательно. На что похоже больше? Из твоей реальности. В конце мая я помню то, что я сильно поссорилась с одним своим другом. Что-что-что еще раз? Что я со своим другом одним сильно поссорилась. Ты поссорилась с одним своим другом. Ага. Скажи, пожалуйста, вот эта ссора, она лично для тебя что значила внутри? Ну, то есть, если без подробностей, вот внутри тебя эта ссора, ведь она что-то значила? Угу. Ну, скорее всего, она значила, что... Ну, грубо говоря, поддержки нет. То есть, не поддерживает меня, как я хотела бы. Ты потеряла поддержку? Ну, что-то бы от такого, да. Угу. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а сейчас как эта ситуация для тебя? Есть ли у тебя ощущения? Есть ли у тебя сейчас ощущения потери этой поддержки? Как у тебя сейчас с этим? Ну, смотри, сколько-то времени прошло, и ситуация как будто вот зависла. Она в реальности зависла? Ну, грубо говоря, мы... Вот ссора прошла, мы помирились, то есть, общались на протяжении лета, и вот в сентябре, в начале сентября, еще один случай случился, когда я уже потеряла поддержку, доверие, я потеряла от нескольких уже друзей, включая и этого друга. и вот уже окончательно. Угу. Хорошо, я тебя слышу. Скажи, пожалуйста, вот если бы я сейчас был этим человеком, этим другом, как тебе кажется, что за слова ты могла не донести до него, но очень бы хотела? Какой твой внутренний посыл? Вот я даже так вопрос задам. Как тебе кажется, что такого ты бы очень хотела, чтобы он понял про тебя? Узнал, понял, ну вот как-то каково тебе там этот друг? Ты знаешь, это можно выразить, как будто бы давай так даже. Я понимаю, что это, наверное, тебе не просто. Скажи, пожалуйста, есть ли что-то, что ты вот очень бы хотела сказать, но не можешь пока донести? Да, есть. Есть? Да. А ты можешь мне сейчас это не словами, а показать, чтобы я вот, смотря на тебя, я увидел, что это правда, оно вот это есть. Вот молча совершенно. Я вот на тебя смотрю. Молча или как? Ну вот, вот ты вот проговаривай эти слова внутри, а я буду на тебя смотреть и вот высматривать, знаешь, что вижу, не вижу эту штуку в тебе. Хорошо. Вот что-то, что недосказало. Говори, говори, мысленно-мысленно говори, говори, не останавливайся. Пока запрещаю тебе останавливаться внутри. Говоришь. Остановишься говорить внутри ровно после того, как я скажу. ты в диалоге. пока нельзя останавливаться, пока выражаешь. хорошо. Еще чуть-чуть. еще чуть-чуть. Вот чтобы они все узнали что-то, что они не знают, но должны узнать про тебя. Про то, как тебе. Про то, что ты чувствуешь. Про то, что это значит для тебя. да, я вижу, я верю тебе. Убедись, что все, что ты бы могла, даже если надо злиться, злись. Если надо там плакать, сказать, как тебе больно и одиноко, тоже это скажи. Все. Все, что есть, просто вот. Сейчас немножко проживи это. Окей. Вот сейчас пока стоп. А теперь скажи, пожалуйста, а каких эмоций там сейчас внутри было больше? Вот давай я буду говорить, а ты послушай. Злость, там гнев. Да. Злость и гнева. Обида еще. Обида. Да, и печаль тоже. Обида и печаль? Да. Угу. Скажи, пожалуйста, вот сейчас твоя замечательная мама в общем-то там набрала, скажем так, ну дала тебе возможность ну там со мной поговорить в том смысле, что она очень беспокоится за тебя. Угу. Вот. скажи, пожалуйста, а она для тебя есть эта самая поддержка, эта самая там опора? Последнее время стало. Последнее время стало? Да. Это вот последнее время, что имеешь в виду? Сколько времени? Ну, ну где-то, я не знаю, с конца августа, наверное. Угу. С конца августа? То есть совсем так немного? Угу. Угу. А с конца августа как у тебя динамика твоего процесса? Вот кашля твоего там? Ну, какое-то время он стал реже и менее сильным. Угу. Вот. Но потом я подхватила простуду и вот он снова усилился. Когда подхватила простуду? Ну-ка скажи мне, когда подхватила простуду? Ой, ну где-то полнедели, недели назад, где-то так. Полнедели, недели назад отматывая вместе с тобой, что подобного могло там произойти. Вот из того, о чем мы сейчас говорим. Полнедели, недели назад примерно. Смотри, я переживаю за то, чтобы ты не называла каких-то таких очень личных вещей, поэтому очень аккуратненько так, скажем, было что-то из вот из подобного могло быть там в школе. В школе же ты, да? Да. Вот накануне, за, перед этим, за неделю, за полнедели, до того, как симптомы появились. Ну, не думаю. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот что заболело? А что простуды? Если по-простому. насморк, что там горло. Насморк горло? Классно. Ну да. Где там, давай так, я задам так. Ну давай, опять в мою игру играем, представим, что твой насморк горло это от того, что опять какая-то есть такая невыносимая ситуация, в которой, ну, очень сложно себя как-то чувствовать. Где это? Я сказал, где-то здесь. Нет, я имею в виду в жизни, где тебе сложно контактировать с какими-то людьми. Да. Ну вот я с ними каждый день контактирую. Ты с ними каждый день контактируешь? Да, мы в одном классе учимся, и вот приходится. Хорошо. Скажи, пожалуйста, что с обидой твоей делать будем? Не знаю, но как бы вот вся эта злоба, гнев, они уже отошли, а вот то есть я сейчас не ощущаю, когда вижу их, таких вот агрессивных эмоций, обидов, вот такого. Вот. А что ощущаешь? Я буду как-то спокойно. не знаю, но мне теперь как-то тяжело находиться с ними рядом. Вот это тяжело, это очень же интересно. Что это за тяжело твое? Не знаю, пытаюсь как-то быть аккуратным, не знаю, осторожно как-то. Ух ты, ух ты, ух ты, ну-ка сравни-ка с животным миром. Разравнись с животным миром, с дикой природой, если ты какое-то животное в лесу, для чего ты осторожна? Да, ты животное, ты животное в диком лесу. И ты боишься столкнуться с какими-то людьми, для чего ты осторожна? Ты животное в диком лесу. Для чего ты делаешь осторожно? чтобы меня не съели. Чтобы меня не съели? Ты продолжаешь этого бояться? Ты продолжаешь бояться их? Не знаю даже. Наверное, да. Что страшного, если они узнают, что ты их боишься? Они могут воспользоваться этим. что странного, самого страшного они могут сделать? Что самого страшного боишься? Если они узнали, что ты их боишься. что ты ходишь как белочка аккуратненько там как знаешь, как пума аккуратно, незаметно. Что боишься? Проговорят. Ну вот, ну что там, начнут издеваться, там будут там пальцами тыкать, там будут ржать над тобой. Я просто знаю, что это, но объяснить я это не могу. Это тяжело. Я это представляю, но объясню все как. Хорошо. Давай так. Мы сейчас с тобой будем завершаться. Смотри. Вот. Что я тебе, ну во-первых, скажи, пожалуйста, что ты поняла про свою ситуацию? Ну вот, что кашляешь? Что я хочу выговориться. Хорошо. Отлично. Похоже на то? Как тебе кажется? Похоже. Похоже на то? Да. Вот ты знаешь, самое интересное, как будто бы не просто, что ты хочешь выговориться. А для чего? Вот это самое интересное. Чтобы что? Чтобы меня поняли и услышали. Чтобы они поняли и услышали что? тоже было значимым. Я хочу быть значимым. Как ты можешь без них стать значимым? Как они узнают, что ты уже значимая? вот смотри, кто хозяин твоего значимого? Когда ты им подарила свое право на значимость? когда подарила? Зачем подарила? Кто будет определять значимое ты или нет? Давай я буду определять значимое ты или нет? Назначай тебя значимой. Работает, нет? Я должна себя назначать значимой я или нет? Нет! Они! Они будут назначать тебя значимой. Все! Сама будет, сама она решила назначать себя значимой. Где такое видано? Все! Ты уже отдала. Ты где-то взяла, отдала. Забирать нельзя. Они скажут, что это ты забираешь, ты нам подарила. Все! Что делать-то? Сколько тебе с ними еще доучилось? Три года. Полгода? Блин! Потерпишь? Три. А потом на выпускном заберешь значимость обратно себе? Три? Тяжеловато, конечно. Что-то со значимостью нужно сделать, придумать. А выкрасть можешь? Так, связь. Связь, вернись. Связь у нас оставилась последние две минутки. Как раз. Ну, связь, связь, связь. А, господи. Ладно. Друзья, вы не вылетели? Так. Да, значит, смотрите. Вот. Тогда я обращаюсь к маме, Марина. Ну, и, в общем-то, я, господи, я забыл, как зовут дочь, 15 лет. К сожалению, не записал. Вот. Друзья, я думаю, что здесь коллеги, здесь коллеги есть. Я думаю, что мама посмотрит эфир в записи. Я сейчас обращаюсь к вам. Мама, смотрите, вы пересмотрите этот эфир. В общем-то, все там, а, Юля, в общем-то, все понятно примерно. Есть такой зависший конфликт, но завис он не потому, что у нее какие-то отношения с какими-то, с какими-то, там, ну, одноклассниками такие, или друзьями, друзьями, пошатнулись. Там пошатнулось не это. В этих отношениях пошатнулась какая-то другая более важная штука про я важная, значимая, я и так хорошая. Вот. Поэтому здесь нужно посмотреть, где Юля, соответственно, где может Юля в семье взять и как это может Юля в семье, к сожалению, ну, не к сожалению, к счастью взять. Вот я понял, что в августе наметилось что-то. Вы, пожалуйста, эту тему с ней проговорите. А, в общем, и ты, Юль, если ты сейчас будешь смотреть, твою значимость, в общем-то, ты правильно сказала, это я подшутил, я думал довести до конца, что как бы развести тебя на то, что твоя значимость, она в твоих руках. В общем, ты правильно сказал, тебе просто не хватает некоторой злости. я хотел разозлить чуть-чуть тебя так, чтобы ты эту значимость забрала топного ножка и сказала, пошли нахрен. В общем-то, вся та злость, которая у тебя вот там, вот в этих, в твоих эмоциях, которые ты выразила, не хватает этой злости. А с маминой стороны вот нужна вот эта поддержка, вливание папа и мама, папа и мама, которые должны заполнить вот эту вот штуку внутри, чтобы ребенок на нее встал крепко-крепко-крепко, ножками посмотрел и сказал, ну, в общем-то, что-то как-то я и сама, в общем-то, могу эту значимость себе делать, в общем-то, и, короче, семейная эта история, друзья, но ребенку надо помочь здесь переформатировать ощущение себя. Вот. Вот так. И эмоции, конечно, выразить. Проговорить, проговорить, проговорить. Да, молодец девочка, что, в общем-то, молодец Юля, что согласилась, рискнула, страшновато, я старался быть максимально деликатным, ну вот. Как бы такая история. Вот. Значит, кашель, что касается кашля, знаете, когда уходит кашель подобный? Очень, ну, у меня несколько случаев с клиентами такого есть, достаточно быстро уходит, если правильно, нужному человеку все сказать. Я почему ржу, потому что мама обращается с одного ребенка и говорит, ребенок тоже кашляет, кашляет много уже месяцев тоже. Я говорю, а где живете? Живут где-то? Живут, а это начало лета, по-моему, было, живут где-то на даче, получается, она со своей мамой, вот эта женщина, которая обращается, у нее ребенок, в общем, они там с мамой территорию делят, и, значит, в результате она сдерживает, 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 а ребенок там закашливается, то есть, ребенок показывает, мам, смотри, что у тебя внутри, и, в общем-то, все очень просто, мама, без каких-либо лекарств, таблеток, просто своей маме обозначает границу, территорию, и ребенок в раз, вот так вот, раз прекращает кашлять, и все. В общем-то, больше выражать нечего, то есть, все сказано. Юль, я тебе отдаю твою значимость, тут вон, все тебя поддерживают, посмотри, если будешь смотреть в записи, посмотри, как все за тебя. Сама решила вопрос ангины, мужу все высказал. Окей, друзья, ну, у нас еще есть время, погнали. Кто еще? Так, топический герматит с двух месяцев, даже с тебя посыпают очень сильно, топический герматит, кожа, аллергия, это все настолько темы, часто мы в их эфире муссируем, что, наверное, я пока чего-нибудь другое хочу в эфир, удержание жидкости, нарушение менструального цикла, окей, слышу. Так, меня гармония, Игорь, мы такие, и не только кашель. Мамы такие, и не только кашель, Экилигом, сириаз, гастрит, я хочу. Слушайте, ну, вот, гастрит, у меня дети сразу оба заболели, не могу понять, за что, но у меня тоже сразу дети оба заболели, кстати, друзья, всем спасибо, кто выражал поддержку, огромное спасибо, я просто охренел от количества комментариев, спасибо, все нормально, все хорошо, вот, слава богу, переживаний, конечно, хватает, вот, если дети заболели сразу, посмотрите, что вот в семье такого за атмосфера есть, что там может вот, дети могут быть вовлечены, если они оба, то, скорее всего, они об маму вовлечены, посмотрите, что у вас в семье там за атмосферка сейчас, ну, это как бы нормальная рабочая ситуация. Так, значит, смотрите, есть тема, которую я выделяю, ну, витилигопс, ириаз, это опять кожа, понятно, есть гастрит, улья, семанка, я не знаю, водянка, яичко, есть интересная тема, да, хорошо, да, вот мама появилась, посмотрите, эфир в записи, я там пока, видимо, интернет пропал, я какие-то вещи сказал, вам надо на это обратить внимание, потому что у ребенка резервуар наполнится вами, тот, который она, в общем-то, потеряла, и чувства, проговаривать, 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 сделайте, пусть она убедится, что она выговорила всем, все, ну, там, естественно, помогите ей, там, попровоцируйте ее, чтобы выговорила, так, у меня образование, 5,8 сантиметров, яичники, внутри него, 2 сантиметра образования, ставите на метриоз, хочу в эфир, давайте, вот, Hunter 48, 15, 16, да, давайте я вас, потому что у вас, как-то вот эта вот штука 5,8, образование, личники, оно звучит угрожающе, я думаю, что почему бы не попробовать разобраться, может быть, для вас это будет значимо сейчас, вот, я вас добавляю, Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно, видно, да? Да, да, хорошо. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Евгения. Евгения. Евгения, хорошо. Евгения, сразу такой нескромный вопрос, сколько вам лет полных? 27. Давайте, у нас с вами есть порядка 20 минут, чтобы уложиться, попробуем быть оперативными, расскажите, пожалуйста, вот у вас есть новообразование, яичники, почти 6 сантиметров, давно ли вы его обнаружили, первый вопрос, давно ли оно было обнаружено? Так, получается, месяц назад. Месяц назад. В результате какой симптоматики, как обнаружено? То есть, начались какие-то симптомы, боли там, траля-ля-ля-ля-ля. Я вообще думала, что я беременна, потому что у меня, как будто бы была задержка, хотя нифига не было никакой задержки, и поэтому я пошла к гинекологу, и она обнаружила, что говорит, у тебя тут что-то странное. Вот, и я даже ничего вообще не ощущала, ну да, у меня очень сильно болезненные менструальные дни, как бы и все. Ну, иногда покалывала в том месте, но я думала, что это как бы нормально, потому что мне все врачи говорили, только это нормально, что у тебя такие болезненные, ниточные, что ты пьешь там по 6 таблеток в день, это нормально. А сейчас выясняется, что ненормально. Что говорят? Дермоидную кисту не ставят случайно? Ну, какую-то кисту, эндометриоидную. Эндометриоидную? Ага. А, хорошо. А вот это новообразование, которое внутри, там, это вот что? Что еще говорят про нее врачи? Ну, там. Они говорят, что нужна операция, чтобы узнать, вообще, что там за ткань, какая ткань. Ну, я сдала на онкологию, у меня все нормально там. Ну, как бы, завышенная по параметрам, но не как рак, да, какой-то. Да, хорошо. Я иногда буду немножко останавливать, тебя перебивать для того, чтобы больше информации получить. Скажи, пожалуйста, вот если ты один месяц назад это обнаружила, то когда начались симптомы, которые как будто бы про беременность? Сколько месяцев назад? Да, тоже вот месяц назад. Это меня там просто переклинило. Ага. На самом деле, у меня все месячные как бы по порядку шли, это у меня что-то в голове переклинило, что они не начинаются. Хорошо, я понял тебя. Если месячные не начинаются, что это для тебя? Вот месячные не начинаются, что это для тебя? Для меня вообще паника ужаснейшая. Что это такое? Потому что я... Разворачивай. Для меня это огромная ответственность. То есть сейчас я не готова никаким детям, потому что, ну, вообще, как бы нестабильного заработка, такого, какого я хочу. Нет человека от того, кого я хочу. Но он есть, но он сейчас далеко, просто очень в другой стране. Опа-на. 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 Так. Угу. Твой мужчина далеко в другой стране. Что с тобой? Сейчас послушай себя. Вот сейчас смотри, я говорю, твой мужчина далеко в другой стране. А что с тобой? Ну, я чувствую какую-то тревогу. Вот сейчас пришла тревога. Даже прямо ощущаю в руках какое-то странное ощущение, покалывание, что я, ну, что это та моя мечта, там и тогда, которая была. Мы знакомы уже три года, что она, ну, может не сбыться. Просто-напросто. То есть мы вообще никогда еще не встречались. Опа-на. Стоп-стоп-стоп-стоп. Может не сбыться. Что это значит? Расшифровывай. Разворачивай. Разворачивай чувства и фантазии, какими ты наполняешь эту тему, может не сбыться. Угу. Ну, я просто себе там в голове нафантазировала уже, что мы там поженимся, будем жить долго, счастливо. Давно ты занимаешься фантазированием? Ну да, три года. И он тоже занимается этим же фантазированием. Но мы до сих пор не можем встретиться, потому что он вообще живет в Южной Америке. Все плохо. Ты знаешь, ну, в общем, давай так, тут два варианта. во-первых, я тебе теорию расскажу, а мы с тобой посмотрим, что, ну, что-то тут одно, тут одно из двух, либо дети, либо отношения. Вот, смотри. если это киста, то, в общем-то, киста яичника, то она может быть разная. Она может быть эндометриоидная, она может быть, там, ну, скажем так, обычная, не эндометриоидная, она может быть дермоидная, и так далее, и так далее. Там еще какие-то виды есть. Смотри, когда мы говорим об эндометриоидной кисте, то предполагается, что эндометрии матки мигрирует через холопиевые трубы в яичник, и там где-то в полости начинает прикрепляться везде. Ну, и начинает там прорастать, грубо говоря. Существует такая идея, ну, психосоматики, когда женщина живет с ощущением, «Я не там, где мой дом», это известная тема, когда у девочек, например, дети девочки были отданы, например, бабушкам каким-нибудь, а не мамам. Ну, то есть мама там, ввиду того, что много работает, отдает надолго к бабушкам, там она живет, и ребенок, девочка, научается жить с этим ощущением «Я не там, где мой дом». Вот. И, соответственно, в результате вот это ощущение потом ее преследует в течение жизни и в какие-нибудь там моменты так обостряется, что может вызвать вот такой способ такой способ организма, который я тебе сейчас описал, как эндометрий, там, мигрирует в полость. И вот, что это он взял и начал туда мигрировать? Что это ему надо? Ну, как будто бы тело пытается, мозг пытается решить задачу, грубо говоря, переместить себя туда, где, в общем-то, я должна быть, где я хочу быть, где мой дом. Ну, это такая, знаешь, символически я тебе это говорю. Мозг, он очень просто устроен, он, а ведь он же, смотри, ты говоришь, я три года живу в фантазиях. Три года фантазий и неудача, 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 неудача. И мозг говорит, господи, да давай решать уже серьезным, по-серьезному. потому что бессознательное структурировано образами, ну, то есть, оно образами мысли. Ну, ты живешь там, а там мечтаешь, 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 просыпаешься, раз и... Да, так и есть. И все. И мозг такой, господи, мы до сих пор не там, мы до сих пор не там, мы до сих пор не там. И вот это одна из тем, которая может быть связана с эндометриоидной кистой, это раз. Это именно эндометриоз, эндометриоидная киста. Вот. А вторая тема, если про детей брать, то, в общем-то, ну, любить даже не про детей, а брать детей пока в сторону, конфликт потери. Классическая история про кисту яичника, конфликт потери. В природе есть способ в результате потери потомства либо потери значимого человека обеспечить тебе возможность в дальнейшем быстро найти партнер. для того, чтобы ты быстро нашла партнера, тебя надо сделать больше женщиной. И тогда, ну там, это не работает у нас. Это все архаические механизмы, которые, так вот, скажем так, это архаические механизмы, которые были там где-то природой придуманы для наших предков. Они у нас не работают и никогда не будут работать. Но они описаны там у каких-то животных. Тра-ля-ля-ля-ля. То есть, есть, а мы же, когда мы, вот каждый человек, когда рождается, он в утробе проходит все стадии филогенеза, то есть, все стадии эволюции. У нас есть вся генетическая память про то, как адаптировались виды. И когда хозяин, женщина находится, когда женщина находится в стрессе затяжном, то есть, не может решить какую-то тему, мозг уже говорит, господи, да давай я обращусь в банк данных, возьму что-то из того, что мы раньше делали. Ну там, это вот в результате потери. Что происходит? Киста есть способ увеличить количество гормонопродуцирующей ткани. И тогда, в результате, ты больше женщины, ты больше, дольше фертильна, это старый механизм, еще раз говорю, старинный. Сейчас он аварийный, неправильный, но когда-то там у предков это работало. И тогда, в результате потери либо потомства, либо кого-то рядом, ты с большей вероятностью дальше найдешь. То есть, для того, чтобы запустить эти программы, обе нужно жить с ощущением потери. Не могу, не могу, не могу, нету, 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 потеряла, потеряла, потеряла. И вдобавок ко всему, вот эта вот тема с территории, я опираюсь, когда я говорю, там кто-то есть какие-то комментаторы, я сошлюсь, эндометриоидные киста, исцеление воспоминания, рекол хилинг, желберрино, читайте, пожалуйста, вперед. Значит, то есть, вот эти темы, они могут коррелировать вот с описанной вами проблемой. В общем-то, что здесь говорить? Вы единственное, что мне скажите, в общем-то, как будто бы вы погрустнели. Хорошо, а теперь, а я, если бы я работал... Потому что как раз... Похоже, да? Он как раз меня тогда бросал, да, исчезал, просто на полгода куда-то исчез, и такое было не раз, бывало, там на месяц куда-то исчезал, и я как бы тоже такая искала себе парниш других в это время, потом он снова появляется, я снова всех бросаю ради него, потому что я их обесцениваю всех. Вот он только один идеал такой у меня. Да. Ну, давайте так, давайте представим, что у нас с вами консультация по психосоматике, да, и вот мы с вами такие взяли и примерно поняли, что вы делаете такое. Да? Грустновато. А знаете, с чем бы я работал? С вами. А я бы работал, а знаете, с какой темой? А какого хрена, а как зовут тебя Евгения? Евгения, скажи, пожалуйста, а какого хрена у тебя образ отношений такой? Откуда ты вела эту тему ощущения вот-вот я должна где-то, где вот и вот сказкой откуда? А вот я, вот только пришло, потому что мать такая, потому что я в матери постоянно ищу вот ту идеальную мать, которую я себе придумала там и тогда в детстве, а на самом деле она не соответствует моим ожиданиям. И я такая, ну вот, ну вот сейчас вот она будет такой, как я хочу, и каждый раз вот облом. А с реальным мужиком в эту игру не сыграть, да, он рядом, с ним все просто, он либо, он либо вот а тут, господи, письма длинные, эпистолярный жанр, он каторжник, я в Питере, вот это как вот жена декабриста, потрясающе, а твое тело в это все верит, оно-то помогает тебе, ты же правда это как драма проживаешь, потому что, знаешь, почему реакция пошла, потому что ты научилась этому с мамой, а мама очень важна. Мама, она для ребенка очень важна, и поэтому сила твоих переживаний, она связана не столько с этим мужиком, сколько с опытом, который ты с мамой заработал. Поэтому мужика сейчас не трогаем, мама с тобой в контракте? Да. Расскажешь маме эту историю? Маме историю про то, что ты знаешь мам. как-то так у нас с тобой сложилось, что я научилась играть в одну игру. Я вечно мечтаю о какой-то тебе идеальный. Ну и вот то, что ты мне рассказала. Я даже говорила, я ей уже это говорила. Да. Что страшного, если ты столкнешься с реальной мамой? Что там страшно, скажи мне? Она обесценивает меня все время, не верит в меня. Ну, такая деспотичная, такая холодная мать. Прикинь. Которой любви добьешься там редко. Вот оно все, что. Хоть она и говорит, да я тебя люблю, слышишь, от чего ты спасаешься. Да. Ты готова пожертвовать настоящей своей там любовью, отношениями, настоящей любовью к тебе со стороны мужчины какого-то. Потому что боишься, что с тобой будут поступать так, как мама когда-то делала. Да. И ты закрыла себе любовь. Оставишь вот эту штуку. Точно. Сколько ты еще этим заниматься будешь? Спорим, не добьешься. У меня еще добавлено. Спорим, мама не изменится. Вообще не изменится. Она ригидная вообще до конца жизни. А ты гибкая, да? Ой. А ты гибкая. Она ригидная, а я-то гибкая. Ты три года. Три года. Ты ригидная. Такая же, как она. Готова признать это? Да. Готова. Кто первый меняться начнет? Кто откроется любви? Ну, я попробую только знать, как, как это делать. Как зовут того парня, который в Южной Америке живет? Себастьян. Смотри, я Себастьян. Ну, вот представь Себастьяна, ты с ним разговариваешь. Теперь ты знаешь всю эту историю, смотришь на Себастьяна, что с тобой? Сейчас послушай, пожалуйста, внутри. Что с тобой? Ну, я ему говорю. Нет, чувства сейчас внутри, 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 внутри чувства. Ага. Что с тобой? Опять какая-то тревога все равно не покидает меня. слушай, чего боишься? Что типа какая-то еще обесценка идет, что типа я страдаю фигней. Что сейчас за чувства? Еще раз. Тревога идет, чего боишься? Я Себастьян. боюсь, боюсь, что на самом деле в реальной жизни будет совсем по-другому и не будет всего того, чего я там нафантазировала. Я думаю, именно поэтому я не хочу к нему ехать и не хочу, чтобы он приезжал, хотя он уже собрался. Сейчас. Я Себастьян. Стоп. У нас время ограничено. Я Себастьян. Сейчас берешь и говоришь. Себастьян, я знаю, что ты меня не любишь, но это именно то, что я всегда ищу. Ну да. Мне нужен именно такой, как мама. Спасибо тебе, что ты даешь мне эту возможность. Давай, давай. Говори. Мысленно или явно? Говори. Так. Спасибо тебе, Себастьян. За то, что меня не любишь. Мне именно это и нужно. Но почему-то я ощущаю, что он меня любит все равно. Я не могу даже это сказать. Классно. Что хочется ему сказать тогда сейчас? Ой, я тоже не знаю, что-то. У меня какие-то эти преграды. Какие преграды? У нас с тобой еще 2-3 минутки. Какие преграды ты нашла? Ну, я ему, да, правда, я ему боюсь вообще говорить какую-либо правду, кстати, что он... Ну, в общем, что все вот эти иллюзии, они разобьются, если я скажу что-то такое там, не знаю, правдивое про свою мать или еще что-то. Какой-то страх, что он меня вот так же, как мать, холодная просит. Конечно. Он тебя 3 года отбрасывает. Так вот. Я думаю, что когда мы встретимся, произойдет абсолютно то же самое. И я так-то вообще... Это такая кайф. Вот как я умею всю жизнь, так и будет. А че ты пьешься? Да, потому что так и есть. Потому что так и есть. Ты готова это увидеть? Сейчас посмотри на все, что происходит. Ты нового ничего не делаешь. Ты все пьешься, бьешься, бьешься, бьешься. Сначала с мамой, потом с Себастьяном. Ну что, если ты с Себастьяном добьешься, ты решишь проблемы, которые они решила с мамой? Нет, надо с Матерью что-то решать. Да не надо с ними ничего решать. С собой надо решать. С собой, конечно. Но я имею в виду отношения к ней. Я вот до сих пор, хотя я думала, вроде как бы уже отпустила ситуацию, мне что-то ее переделать, да, но все равно каждый раз как триггер, я не знаю, что это как бы возвращает меня в то состояние. Я знаю, я знаю. Я не знаю. Я знаю. Теперь у тебя есть симптом телесный, да? Вот это тебе предупреждение такое, да? Ну то есть твой мозг уже верит в твою игру настолько сильно, что он прям берет и дает тебе симптом. Что дальше? Ты понимаешь, что сейчас тебе там, ну, грубо говоря, говорят, вот прикинь, вот ты вот таким занимаешься. Ну хватит? Ну да, надо останавливать. Серьезно? Остановила. Что дальше? Что с тобой? Слушай себя. Остановила. Все. Когда я это все убираю, мне становится вообще страшно, что как бы и смысла жить вообще нет. Я недавно думала об этом, что если я прекращу все вот эти отношения, то вообще жизнь будет реально бессмысленная. Как тогда была, когда он меня бросил. то есть нет опоры какой-то на себя вообще нет. Видимо, я вот опираюсь на вот эти странные отношения, нереальные, а на себя не могу. бессмысленная. Хорошо. Бросил. Бессмысленно. Что страшного это бессмысленность? Бросил. Да давно бросил. В общем-то настолько бросил, что даже не начинал. Да. Что страшного? Ну, какое-то одиночество. Вот еще. Давай. Ну, вот еще страх завалиться в депрессию. У меня была депрессия нормальная такая вообще, что я вообще ничего не делала и ничего не хотела. Ну, это же, блин, созависимость какая-то. Потрясающе. Ну, это оно и есть. Я тебя поздравляю. Это оно и есть. И тебе эту ситуацию нужно как-то вообще-то быстро шевелить, решать. Давай, сейчас мы с тобой точно куда не успеем залезть. Меня сейчас уже отключат. Напоминаю тебе, что вот то, что ты проживаешь и то, что ты создаешь, галлюцинируешь в своем пространстве, в своей голове, в своем сознании, в своей фантазийной картинке мира, ты можешь с этого момента скажем так. Сейчас, подожди, я сформулирую. Чем опасен мужчина рядом? Тем, что он может начать обесценивать, как моя мамка, меня абсолютно так же начать себя вести, то есть пропадет вся вот эта какая-то искренность. А если залюбит? А все равно. То есть он без шанса? Все равно один и тот же рано или полночь. Да. И тогда кто это делает? Кто это делает? Он или ты? Ну вот. Кто обесценивает? Он. Прими ответственность за обесценивание себя. Прими. Ну-ка, быстро. Обратный отсчет пошел. У тебя есть 10 секунд, чтобы принять ответственность за то, что ты это вкладываешь им всем. Ты это делаешь с собой. Ты это делаешь с собой. Ты боишься. Твоя ответственность. Да, моя, моя, знаю. А вот установка в голове, что они все плохие. Я такая жертва обстоятельная. Наслаждайся. Все, меня сейчас отключат. Давай, спасибо тебе, что ты...